Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. И у нас сегодня в гостях Сергей Николаевич Коткин, депутат Государственной думы от Ненецкого автономного округа. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Оля! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сергей Николаевич, сегодня 23 февраля. Скажите, что для вас значит этот праздник? Что для вас значит этот день? Сегодня у нас действительно большой праздник для всех, я думаю, россиян. И я его рассматриваю не только день рождения Красной Армии 23 февраля 2018 года, а день рождения российского воинства. Почему? Потому что государство российское тысячу лет, на протяжении всей тысячелетней истории, 300 лет мы в войнах, больших и малых. На протяжении всей истории государства никогда, по большому счету, российский народ, я в широком смысле говорю российский народ, никогда не был на коленях, ну, скажем так, продолжительное время, только под Игом, под монголо-татарским были. А на всей протяжении, на всем протяжении истории российской, начиная с наших князей, они, кстати, были все воинами, возьмите царскую Россию, служить было престижно в армии. Как правило, дворянство это были все практически офицерами. И на протяжении многих-многих лет, столетий, Россия, российское воинство показывало чудеса доблести, героизма на всех практически сражениях, во всех войнах, по которым мы практически сталкивались. Поэтому для меня, прежде всего, это день рождения российского воинства. Сергей Николаевич, очень много говорят о силе духа русского солдата, да, в литературе описывают, в кинематографе все время показывают нам вот эту силу духа. А вот вы как понимаете эту силу? Ну, я думаю, что никто, наверное, формулы не вывел и никогда, наверное, не выведет, хотя я вот так размышлял над этим и думаю, что это тема такого научного исследования, большого на самом деле. Понятно, что научные исследования россиян, потому что особенно иностранцы, никогда не поймут российского солдата, никогда это не произойдет. Почему? Потому что вот то, что я вам говорил, вот эта история, многовековая история, российский солдат совершает чудеса на полях сражений. Даже возьмите вот примеры царской армии, да, наши офицеры, рулетка знаменитая, да, он крутнул только барабаном, а иноземец уже сознание терял. Возьмите дуэли, а возьмите наших северян особенно, да, вот поморское уложение наше, где отчество с большой буквы писалось, честь, достоинство, отечество, не отчество, отечество с большой буквы на каждой странице практически. И у нас ведь вот по российской даже федерации взять Великую Отечественную войну, единственный фронт, который не был пророн фашистами, это наш Северный фронт. В 1812 год, возьмите Первую мировую Великую Отечественную войну, хангельские полки, наши поморы, кутузам были поставлены в лоб французам. Совершенно не случайно, потому что знали, что никогда северяне не сдадут своих позиций, они будут стоять насмерть. И вот удивление, вот по жизни как бы я вот и видел, и боевые операции видел, и наших ребят отправлял, и на войну отправлял. И вот удивительно, это свойственно, я думаю, что только на россиянину. Вот когда речь идет между жизнью и смертью, и родиной ее предательством или непредательством, российский солдат всегда выбирал смерть, практически всегда, но никогда не предавал. И вот когда подставляет тебе пистолет, колбу, автомат, когда ты знаешь, что у тебя последние секунды в жизни, вылезает наружу все. Вылезает наружу все. И вот российский солдат в этом плане всегда показывал пример чести, достоинства. Абсолютно непонятно. Вот действительно, ну как понятно нам может быть, взять пример наших отцов, дедов. Вот отец у меня прошел из Сталинграда до Берлина, Рейстаг брал, в сознании пришел от победных выстрелов в Рейстаге, а умирал, когда в сознание приходил, видя меня, Гассережа, если эта беда случится, у меня хватит сил снова все это пройти. Потому что стреляют, обходят, видимо, самые тяжелые воспоминания, когда был без сознания. Вот. Возьмите, это отец, вот поколение отцовское, Афганистан, наши ребята, когда там служили, вот недавно был, мы отмечали вывод войск Афганистана, когда наши ребята задержали там душмана, допрашивали его, задавали вопросы по армии американцев и по российской армии. Он говорит, русские солдаты, это воины, с ними очень тяжело воевать. А Америка, как американцы, это не вояки, это не вояки. У них туалетная бумага заканчивается, они в плен сдаются, в подгузниках воюют. А отец под Эльбой столкнулся с американцами ночью и ту же самую фразу сказал, что это не вояки. И вот я был на Петре Великом, уже будучи депутатом Государственной Думы, мы были на нашем крейсере гордости российского флота. И капитан первого ранга говорил тост и сказал те же самые слова, те же самые слова, что они там, то ли учения, то ли где-то совместно какая-то операция была, учебно ли что-то, что по американцу это не вояки, это не солдаты. Вот вы знаете, вот я только беру вот эту историю в нашей жизни, взять историю многовековую, вот что такое сила русского духа, это вопрос большой-большой, наверное, по жизни. Сергей Николаевич, вы офицер, полковник запаса, а вы принимали участие в операциях военных? Расскажите, пожалуйста. У меня диссертация, мы в свое время, я когда служил в органах безопасности в Коми-Республике, я курировал направление, это операция НАБАД, освобождение заложников на воздушных судах. И мы проводили боевую операцию, было захвачено воздушное судно Воркута, Сыктывкар, обвесился бутылками с горючей смесью, обещали взорвать, якобы не один на самолете находится, и потребовал, чтобы самолет улетел в Эстонию. Мы его посадили в Сыктывкаре, провели операцию, вот, и причем наша группа захвата, которую мы готовили, наша группа захвата заскочила в самолет на секунды раньше, чем знаменитая Альфа. И после этого, когда мы эту операцию провели, меня пригласили в Академию ФСБ, в аддинктуру для исследования этой темы. Дело в том, что у нас наука, еще не было ни одного научного исследования по расследованию, по освобождению заложников, по методике расследования захвата заложников. Меня пригласили в аддинктуру, я занимался непосредственно, но уже работал над диссертацией, первой в Российской Федерации по расследованию захвата заложников. Поэтому все случаи захвата заложников по России, которые были, я о них знаю, вот, могу часами рассказывать, могу рассказывать, как ребята, вот, те же самые чудеса героизма показывали, особенно в Беслане, когда освобождали школу, вот, если говорить опять к силе духа, то никто никаких приказов не отдавал нашим ребятам, и они встали живой цепью, друг к другу, плечом к плечу, из них стреляли с окон боевики, а они стояли, пока не выбегут все дети и учителя из школы, мертвые стояли, мертвые стояли, пока все не пробежали. Вот и говорят, что русского солдата мало убить, говорят, его надо подтолкнуть, чтобы он упал. Поэтому вот эти случаи в целом по Российской Федерации мне знакомы. И у меня два погибли друга, когда вот служил в органах на войне, один посмертно, герой России Саша Алексеев, а второй тоже посмертно, орден мужества. Причем Саша Алексеев, вот мы вот так же, как с вами, вот по жизни в одном кабинете сидели, работали, и когда их окружили полностью здания, наше управление Федеральной службы безопасности, патронов практически не было, времена были сложные и тяжелые. Он был тяжело ранен, на нем были прострелены обе ноги, и патронов практически не было. 120 офицеров, он как старший по званию взял на себя командование, руководство, ночью приказал всем отходить, отдать последние патроны ему, и он отстреливался до последнего патрона, пока не погиб. Сейчас в Сыктывкаре памятник Саша приезжает со всей России. Я вижу часто, когда там бываю, родители, детки малые с цветами, 120 офицеров спал, спас, а сам погиб. Вот опять, пожалуйста, вот слушайте, вот никогда бы не подумал, иногда даже думаешь, а как ты сам бы повел вот в этой ситуации, смог ли ты бы вот то же самое сделать. И вот Саша Наговицын тоже, то есть вот эти операции, они и наши ребята здесь. А что самое важное, что самое сложное в этих операциях, вот что нужно знать, как нужно действовать вообще, что человек чувствует в этих случаях? Ну, во-первых, это дичайшее напряжение. Такое напряжение трудно передать даже когда-то, потому что это все связано со смертью. И ладно, там офицеры, они боевые офицеры, их дело защищать родину и жизнь отдавать за отечество. Но когда там пассажиры, когда там люди гражданские, когда там женщины, дети, это всегда очень тяжело. И самое, самое тяжелое, вообще самое тяжелое отправлять людей на войну. Вот мне приходилось офицеров отправлять, молодых ребят. Самое тяжелое вот отправлять, но и опять приятно их встречать, когда они туда возвращаются. А если говорить по освобождению заложников, то очень важно всю ситуацию держать на контроле, чтобы ты управлял ситуацией, а не отдать ее террористу. Как только утерял управление, опираться и жди беды. И очень важно работать тренировки, психологи, группы захвата. Движения должны быть отработаны до автоматизма. До автоматизма. Они на самом деле так отработаны. И очень опасно. Есть такое явление, я отдельно посвятил там параграфы, по-моему, в моей диссертации. Это стокгольмский седром так называемый. Это когда часть заложников начинает симпатизировать террористу. Есть террористы подготовленные, они, как правило, подготовлены, если это умышленно. И часть заложников начинает вот где-то как-то, они обучены этому. И вот когда они переходят на его сторону и понимают, вот тут ситуация выходит из-под контроля. Поэтому очень важно при проведении таких операций, во-первых, все держать под контролем ситуацию, четко под контролем. И не допускать вот такой ситуации. И самое главное, дети, дети, женщины. То есть вот такие ситуации, она почему и специально выделена, и она находится в ведении Федеральной службы безопасности. Может, это такой особый вид преступления, связанное с большими жертвами. Сергей Николаевич, а какие-то яркие случаи еще с вашей службой? Что было? Есть что рассказать? Это много у нас особо не расскажешь, поскольку могут тут же привлечь меня. Это же все теперь в эфире все идет. Хотя вроде бы уже и годы ушли, годы ушли. Но мы же нас же всех в органы брали, у нас очень серьезная проверка. Я, во-первых, случайно узнал, что меня проверяют. Меня полтора года проверяли, прежде чем взять в органы. Совершенно случайно. Очень жесткая такая проверка идет, начиная с детства. Смотрят буквально, как повел, в какую ситуацию, как себя. Но мне запомнился, я был лейтенант, потому что пришел в органы, мне повезло. Я вышел на карателя. Это 82-й год. По тем временам еще они были живы. Уважаемый человек, знающий, его большая семья, уважаемые дети очень же выросли. И вот мы потянулись за ниточку, за ниточку, а оказался карателем. В Печоре жил. Я в Печоре туда работал. Жил в Печоре. И вот мне уже ребята говорили, ну, Сергей, давай, готовь дырочку под орден. Потому что это редко бывает, когда ты выявляешь или агента иностранных спецслужб, или выявляешь ты вот такого уровня карателя, который массово расстреливал наших граждан. Он там изменил фамилию, женился несколько раз, специально украл козу. Его посадили, чтобы потом со справкой выйти из зоны. Такая ниточка была, ой-ой-ой-ой-ой. Но мы его все равно вытащили, выцепили. И я прокололся из-за неопытности, из-за молодости. Под предлогом того, что утерянная награда где-то его ждет. И у меня сотрудник военкомата, девушку, я попросил его расспросить. Он в больнице лежал. И он почувствовал. Он почувствовал, что на него вышли и повесился. И повесился. Потом там это такая нехорошая история. Потом там над могилой. Но по тем временам еще вот к этим вещам там проказили нам над могилой, над его. То есть тяжелая такая вот. Дети, взрослые уже все. Но тем не менее это был настоящий, настоящий преступник-каратель, который расстреливал наших граждан, детей, женщин сотнями. Сергей Николаевич, сейчас как раз вот законопроект в Госдуме обсуждается об ужесточении наказания и ответственности за реабилитацию нацизма. Как вы считаете, насколько это своевременно? Насколько нужен такой законопроект? И насколько вообще нужно ужесточать? Тем более, видите, мы о нацизме и заговорили. Причем я на него вышли мы каким образом? У нас в Печере вот интересно просто. Агента нелегала, ну большой секрет не открою, но несколько десятков признаков. Вы знаете номер сервиса его паспорта? Да. Вот, у вас уже один из признаков агента нелегала есть. Если смотреть дальше, вот, а у него, а он, значит, в бараке, в Печере выпивали они рюмки, стаканы, да, стоят. Он налил себе чуть-чуть, разливает всем остальным и себе доливает. Но не принято у нас так пить в России вообще. Это принято при Балтийских государствах делать. Это первое. Ну, интеллект, уровень подготовки. Работал он там, по-моему, шофером, да, грузчиком или шофером. Уровень, дай бог, в 37-м году имел неоконченное высшее образование экономиста. И вот зацепили вот за эту его рюмочку. Вот за эту рюмочку пошло до карателя. Вот. Агента нелегала. Потому что, кстати, когда учился в школе, я учился в школе вместе с Владимиром Владимировичем Путиным, кстати. Он на год раньше мне ее закончил. И когда, значит, там, видимо, наших ребят смотрели, приглашали в разведку. С контрразведки у нас была контрразведка. И Владимир Владимировича, видимо, точно так же приглашали, как меня. Значит, и проверяли, насколько мы можем готовы идти в разведку. Дают листочек, на незнакомом языке пишут слова. Допустим, мутар мама, фатар папа, шули школа, ГНТ. Дают там несколько минут далее. Потом переворачивают страницу. Теперь, говорит, напишите на этом языке, запомните слова. Теперь напишите, дети идут в школу. Пишешь, киндер, гэн, шули. И вот так пошло. Потом они там посовещались, и мне отказали. Не потому что вы, говорит, не сможете изучить иностранный язык, а потому что у вас акцент непонятный нам совершенно. И вы никогда этот акцент не исправите. Вы сразу, как помните, там, папиросу так, когда курят папиросу, там, вот признаки. Никогда вы его не исправите. Этот акцент, с этим акцентом мы вас просто не возьмем. Акцент у меня вот наш, северный. Вот он так и остался. А что касается натизма, вот просто берет удивление. И страх перед будущим. Вот. Продают майки с Гитлером, с Геббельсом. Значит, все это распространяется. На ладном майке кто-то одел по недоумию, там, по незнанию. Ребятишки, там, бывает всякое. Но когда начинает восхвалять нацизм, когда начинает восхвалять фашизм, вот этого мы никогда не простим и никогда не допустим. Вот наше поколение, вот мое поколение, ваше, нам повезло. Вот без войны мы без большой живем. Без большой войны, благодаря нашим от дедам, отцам и прадедам. То, что они сделали в Великой Отечественной войне. Но наша вот с вами задача не допустить вот умоления победы. Не допустить вот этого шельмования. Не случайно мы в Конституцию внесли поправку, чтобы мы не допустили вот искажения истории. И вот здесь мы сделали все возможное. Я буду делать все возможное. Я думаю, что жители округа меня поддержат, что любые проявления, которые будут касаться пропаганды нацизма, фашизма, мы будем пресекать, мы будем наказывать, и наказывать будем. Это жестко. Потому что у нас еще живы отцы деды, отцы живы. И все мы знаем еще эту войну. Так что я думаю, что вот мы только будем усиливать это направление. Если будет для этого какой-то повод, если будут основания, будем работать в этом направлении. 23 февраля поздравляют всех мужчин, независимо от того, служили они в армии, не служили они в армии. И как вы считаете, это правильно или все-таки нужно поздравлять только тех, кто действительно служил, тех, кто действительно защищал Отечество, отдавал свой долг? Ну, те, кто служил, те, кто под погонами, сомнений у нас никаких нет, поскольку это люди под присягой, они под трибуналом, у них нет своего выбора по жизни, мы приказали сегодня здесь, у меня вот с супругой, мы поменяли за службу, что-то 18-19 квартир, что-то очень-очень много мест по службе, дети, один садик, школа, все это другое, приказали, все, дорогая, значит, завтра я лечу, вот вам месяц собирайтесь, значит, тихонечко, поплакала где-то там, ушла в сторонку, не обсуждается даже, не обсуждается. Тихонько собрались, поехали следом за мужем. Это люди военные в погонах. А что касается вообще мужчин, что такое отечество? Это наша семья, это наши отцы, деды, мамы, дети, внуки, да, вот оно, наше отечество. А любой мужчина – это защитник семьи, защитник супруги, да, своих деток, всегда подставит плечо. Это защитник отечества, поэтому я абсолютно ничего не вижу, абсолютно правильно, что мы поздравляем всех мужчин, они все защитники отечества. Я вот исхожу из такого посыла, что это абсолютно правильно, и нужно это делать, и поздравлять нужно. Так что поздравляйте своих мужчин. Сергей Николаевич, а как вы считаете, вот нужно в армию идти? Сейчас же молодые люди не очень хотят отечество защищать. Знаете, как говорят, мы ничего никому не должны. Вот это уже не так. Это было. Это было какой-то период, когда не шли ребята. А сейчас, вот я буквально недавно разговаривал, у нас представитель Госдумы, генерал, и сейчас ребята идут. В наши времена, понятно, у меня брат Василий написал заявление с просьбой досрочно призвать ее в армию. Сейчас ребята идут в армию, и служат в армии, и отличные молодые ребята берет гордость за наших ребят, действительно. А вот особенный северян, вот я когда диссертацию защищал, отвлекусь, у меня был научный руководитель там на кафедре, доктор наук, профессор, а от практики был начальник отдела по спецоперациям Федеральной службы безопасности. Так вот он говорит, что северяне, это к силе духа, я возвращаюсь опять, северяне, говорят, ребята особенные. Они на секунды, на секунды, но выскакивают раньше. При проведении операции. У них вот это есть, у северян. Я ни коим образом не хочу обидеть там другие как-то. Нет, нет, нет. Я не случайно сказал и про северное, и про поморское уложение. Кстати, наше поморское уложение, это, оно, 17 век, по-моему, оно легло в основу российского законодательства, то, что я говорил, отечество и прочее. И вот, так что ребята тут у нас замечательные. Замечательные. И идут на ура. Суворовские училища, сколько я знаю ребят здесь в Суворовских училищах служат. Молодые пацаны, это еще удивляюсь. Мамы как-то вот так вот служат. Они вот там служат. Я был в одном из училища, посмотрел, Петрозаводском училище. Ну, плечи расправляются, когда видишь наших ребятишек, просто молодцы. Просто молодцы. Берет гордость за нашу молодежь. А что эта служба дает мужчине, вот на ваш взгляд, какие качества мужчина приобретает, если он идет в армию, если он... Да мне вообще кажется, что вот, мне кажется, каждый мужчина должен пройти вот, 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 вот то напряжение, о котором я говорил. Вот. И не то, что там нужно идти, там, там воевать, не воевать. Каждый мужчина, он должен это пройти. Он должен почувствовать вот, вот это напряжение. Вот это напряжение. Это делает тебя мужчиной на самом деле. Вот я что говорю, вот ребята наши, сам я, дай бог, не был в такой ситуации, когда мне, вот, они рассказывают, когда тебе, и ты сейчас, секунды, и тебе осталось жить. Это надо пережить. Это надо пройти. Или вот как 120 офицеров, которые Саша Алексеева освободил. Или вот те ребята, которые идут освобождать заложников на пули. Это мужчина. Мужчины. Это мужчины. Почему и поздравляете? Мужчины. Ну и, наверное, если человек отслужил в армии, долг отдал, у него не будет мысли о нацизме, да, правда? И какие-то вот эти организации, и, наверное, ребята, которые, как вы думаете, я думаю, я думаю, что у наших ребят вообще мысли о нацизме быть не должно. Имеется в виду правовозглашение, восхваление нацизма, потому что еще свежо в памяти история нашей Великой Отечественной войны. Я вот был в музее победы на Поклонной горе, рассказывал, здесь говорил, и всем, всех прошу, кто в Москве будет, а если какие-то будут делегации, там у нас, пожалуйста, в Москву Госдуму я организую, я познакомился с директором, комок в горле. Вот когда идешь, там вот, ну, практически вся война. И землянки, и раненые солдаты, и с машины перед ранеными песню спели Катюшу. Перед нами раненые сидят, и они хлопают нам, они плачут, и такое ощущение, что я вместе с ними. И мы это спели песню, и такое ощущение, что я вот нахожусь перед ними. И смотрю, такая пауза, и они захлопали все. Вообще, слушайте, вот кто будет в Москве на Поклонной горе, вот это же все живо. И когда вот это мы все видим, нашего поколения, дай бог, этого не будет, а у будущих, ну, наша с вами задача, наша с вами задача сделать так, чтобы будущее поколение это помнить. Кстати, на Поклонной горе 9 мая молодежь поет песни вместе с фронтовиками, школьники. Я думаю, что никто их не заставлял. Я лично видел, смотрю, поют вместе с ветеранами. Пожалуйста. Не думаю, что наше поколение еще вот, можно так дисковеркать, ну, свое мышление, наверное, да, мировоззрение, чтобы восхвалять. Это люди уже какие-то делают, просто нездоровые, по мне так, просто нездоровые. Сергей Николаевич, а вот когда-то возникали такие мысли, вот если бы вы, ваша жизнь по-другому сложилась, вот вы бы не были офицером, могли бы представить себя в какой-то другой профессии, в какой-то другой роли? Да теперь, наверное, уже и нет. Потому что все же владыка слышит меня, наверное, все оттуда, все расписано уже, каждый шаг у нас. Во-первых, я никогда не думал, что я буду служить в органах государственной безопасности, хотя когда мне предложили, вот, отец у меня тоже в СМЕРЖе служил еще после войны, полгода в Берлине отлавливал немецких шпионов по чердакам, в СМЕРЖе был, и когда мне предложили в органах государственной безопасности, в жизни никогда бы не подумал, и думал, я вообще не знал даже что-то такое, что вот это такое, исправлюсь ли я. Но когда они меня там изучали, говорят, что вы справитесь, вы справитесь. Вот, и вот потом сама же, а потом, когда с органов опять на это самое, сюда в депутаты, три СССР, в окружном собрании, опять как бы после органов, опять гражданка, да. Поэтому этот период жизни, это очень школа серьезная. Серьезная школа, она даже жизненная школа, она вообще школа чекистская, очень такая, на мой взгляд, серьезная. А жизненная школа, это да, это да. И посмотрел, тоже смуты 90-х, когда наши ребята расстрелялись, 90-е годы, когда мы чуть не потеряли Россию. Все же знали, все знали, все докладывали. знали даже, что к Ельцину сотрудник ЦРУ ногой дверь открывает, а директор Федеральной службы безопасности сутками ждет приемный. Сутками ждет приемный. И когда вот ГКЧП, я контактировал, тогда он уже покойник, можно говорить, бывший сотрудник канадских спецслужб, им дали команды вот в августе, значит, собраться всем в одном месте, не только канадцам, всем иностранцам, это в Усинске, нефтяные компании, их там много было, собраться всем, ждать команды, вплоть до эвакуации. Мы думали, что будет какая-то очень серьезная заварушка, проинформировали управление, федеральный центр проинформировали. И все знали, как разваливают Россию, как растаскивают Россию. Слушайте, это что-то с чем-то было. И ничего сделать не могли. Меня иногда упрекают коммунисты. Я же тоже был коммунистом. Секретарем партийной организации даже был. Упрекают, что вот там, военный-то человек, мы же под погонами. Вот надо было просто выйти на улицу коммунистам. Миллион, два миллиона могли выйти на улицу. Мы бы Советский Союз не потеряли. Мы бы не потеряли Советского Союза. Это я считаю, я считаю, это очень серьезное преступление. Вот сейчас вот, когда взвешиваю, оцениваю, вот те годы, вот, это преступление. Другой вопрос, надо, не надо, сейчас нам прошлое ворошить, наверное, не надо. Наверное, не надо. Это наша история, какая бы она ни была. Важно то, что, я думаю, что тут в значительной степени, благодаря нашему президенту, Владимиру Владимировичу, мы Россию сохранили. Мы сохранили Россию как государство. Как государство. Ну, вот, недавно показывает господина Ельцина, слава Богу, Америке там, голосови Бог Америку там, и что-то, ну, противно смотреть. Сергей Николаевич, как офицерам это все, да. Сегодня все-таки праздник, да, давайте к приятному, да, давайте поздравим земляков с Днем Защитника Отечества. Есть такая возможность? Да. Значит, ну, конечно, всех с праздников, защитников Отечества, всех, в погонах, не в погонах, даже женщин, потому что, ну, какой праздник без вас? Это, это, это наш, это наш совместный праздник. Самое главное, чтобы не было войны, чтобы не было ни большой, ни малой, чтобы вы были рядом с нами всегда, наши жены, дети, мамы, родители, чтобы рядышком были, вот, и чтобы нам не мешали жить. А молодому поколению, вот, как вы говорили, призывы, которые в армию пойдут, будущие солдаты, офицеры, знаете, вот, я у меня на память, вот, они мне врезались в память, и до последних моих дней, видимо, не уйдут слова, которые однажды я прочел, на памятнике, у нас по мору, на берегу Белого моря, ставили поклонные кресты, молили попутного ветра. И на одном из таких памятников, на берегу Белого моря, лиственница, старославянским языком были начертаны слова, уже мухом оброши, вот, я их считаю нужным сказать, вот, если вспомним, значит, затепли свечу воску Ярова, вспомни жизнь земную покинувших, след заветным оставивших, то завет прародительский, мудрость вековечная, изначальная, послужи родине трудом ратным, озарея светом разума, возвеличуя сердцем добрым, воспой словом верным, оставь ей потомков рачительных, это и будет родине благодарность твоя, счастье твое, награда тебе. Вот, молодым ребятам, которым еще предстоит служба и в армии, и офицерами, значит, вот, помнить вот эти слова, которые начертали наши поморы, наши предки, вот так жизнь прожить, как начертано вот в этом повествовании. Так что, вам спасибо за передачу, опять время, я так понял, подошло к завершению. Спасибо, Сергей Николаевич, мы вас ждем всегда у нас в гостях, в студии. Я напоминаю, что в студии телеканала «Север» на программе «Актуальное интервью» у нас был депутат Государственной Думы от Ненецкого округа Сергей Николаевич Коткин. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин